Моноколесо Ну, в смысле, как колесо нравится? Честно, по-человечески Я понял, спасибо огромное! Я хочу начать с модами этой велосипеды Первое, если вы посмотрите мою большую видео, я оставлю ссылку в описании под видео Подробнее работы этой велосипеды Может, если вы видели, то вы знаете, что я работаю с этой частью. Я изменил несколько баринов, которые были уничтожены. Но я оставил большинство в доме. Я добавил водоросли в эту часть. Так что теперь работает очень легко. Я добавил мотгард здесь. Это не так красиво, как это было раньше. Так что, раньше я его создавал из риджидного материала. Но на первой стороне, я бросил его на ладжер. Так что я решила, чтобы поменять его в трубе. Это работает очень хорошо. Это очень практично. Потому что это защищает эту часть. Это установлено на внутреннюю шелку. Это очень важный момент. Вы можете заметить, что я уничтожил сток мотгард. Это очень хорошее. Это не защищает эту часть. Это просто защищает риджи. И я думаю, что это необходимо думать о этой части. Потому что это очень сенситивно к воде. Потому что здесь есть баррин. Так что сейчас уничтожил сток мотгард. И нет проблем с мотгардом. Следующий мотгардом. Это часть внутренней шелки. Это очень похожа на мотгардом. Я установил ее здесь, чтобы защищать мои шои от воды. Я уже делал несколько шелков. В холодном воде. И я путешествовал через падла. И если вы не путешествуете так быстро, то вода идет прямо на земле. Но не на твоих шоях. Это очень важно для меня. И если вы захотите похожий эффект, то вы должны купить эту часть. Это стандартная часть. Так что вы можете купить и установить ее. И это сделает вам гораздо лучше. И, да, лучшая часть для мотгардом. Это действительно эта часть. Здесь есть башки. Силеры. Силеры в консистенции. Вы можете видеть здесь. Классная борьба между длинным трубом и длинным трубом. Это как они работают. Они не позволяют длинным трубом. И, конечно, они убирают трубы. Из трубы. И все остальные партики. Они могут уничтожить башки и трубы. Конечно, некоторые из вас видят, что здесь есть какие-то ручки. Это потому, что в первой сезоне... Я должен сказать, что это очень первая башка. И я купил ее уже почти два года назад. И, да, в первой сезоне я был без все эти моды. И я имею в виду эти длинные трубы. Они приходят здесь. И, конечно, они были не так хорошо установлены. Все эти трубы двигаются. И они не защищают их, как они должны быть. И, конечно, это причина, почему трубы были разрушены. Но сейчас я надеюсь, что этот вопрос будет уничтожить. И это не будет прогрессиваться в будущем. Конечно, в сезоне я сделаю всю эту ручку. И я собираю все частицы. И я проверю, что происходит с трубами и башки. Если нет никакой деградации. И, да, я должен сказать, что эти ручки не влияют на работу. Так что сейчас она работает очень хорошо и очень хорошо. Чтобы рассказать вам, как эта ручка работает, я должен начать с историей и лайфхаком. Как вы можете detectать работающую ручку. Если вы, например, покупаете эту ручку, как на втором рынке. Если вы найдете эту ручку, вы можете проверить это очень легко. Особенно, когда я установил эту ручку, я установил все геометриные проблемы. Я установил инфляцию. И я обнаружил какие-то проблемы. Мои владельцы знают, что инфляция на верхнем ручке требует пустить эту ручку и спешку вниз. Пустили специальную ручку. Пустили специальную ручку. Пустили специальную ручку. И, конечно, я не могу сделать это. Когда я сначала инфлянул, я не был очень рад. Поэтому я решил добавить больше. И для меня это было очень большой проблем. Пустили. Потому что, когда я убил все блоки, это было очень тяжело. Это было очень тяжело бороться с шоком. Поэтому, когда я инфлянул шоком до нужной прессии, на верхнем ручке, до 250-240 PSI, это было очень большой проблем для меня, чтобы выкручить ручку. Потому что, с одной стороны, это было очень тяжело. И я боялся, что сушенка будет отрезать мои пальцы. Это было мощным для меня. И, для меня, для ремастерской версии, это было как блокирование в различные позиции. Поэтому, я могла просто путь на ногу. И, без значительной силы, я убил все, и это было очень легко. Это было очень легко. это очень глянешно для вас, как вы detectали ли она сушенка или нет. Просто дефлата и дефлата и еще раз, если вы имеете самую толпу, если вы не имеете наиболее, или нет, как вы не имеете я даю вам 100% гарантию, что вы будете улучшать проблемы с этим. Так что, сейчас, когда я играю с дефлата, я дефлата шок, в первую очередь все частицы, а потом я дефлата еще раз, потому что это гораздо безопаснее для моих рук. Так что, сейчас, вы видите, что, что, я двигаю на дорогу, и, как она прыгает на дорогу, вы видите, что, что, если заставка с дефлата на дорогу, это 250-240 psi и в это после Продолжение следует... 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 И с этим вы можете решить решение, как это легко и комфортно ездить на такие дороги. И это очень безопасно, потому что я не боюсь проблемами, когда мотоцикл может отказаться от педалов. И, конечно, я никогда не ездить эту дорогу на мотоцикл без трансмиссии. И, конечно, вы должны обратиться к тем, что наиболее крепкость движения. Это действительно преимущество обработки с лидерами и трубами. Итак, для того чтобы закончить эту ремонт, я бы хотел сказать, что, как вы можете заметить, в большинстве видео я делал с этим видео, вы можете сказать, что я делал милинг на мотоцикл, Это может быть проблема безопасности. В этом случае я должен стать новым мотором, благодаря Экодрift и Кингсон. Они для меняептят, чтобы первый мотор был закрыткой. И они мне сдают новый мотор. Я инсталлял новой мотор, и я уже работал немного, где геометр. Конечно, конечно, Nothing requires some модернизации, Maybe because of sliders, I don't know, but anyway, the shaft was okay, but still required some work. So what I've done, I've welded additional steel strips to this shaft to align the geometry of it. And right now you've seen how it's working and there is absolutely no safety issues with that. I must say that right now this is my number one wheel for daily usage. Whether I'm going for groceries or like a trip to work or a trip somewhere around the city, I prefer this wheel because I'm riding on straight legs, on straight back, and I'm never tired. For example, I can do about 50 kilometers of ride from my home to some part of the city and then back. And coming home, I really feel like I've did just 10. And this is really awesome. This is why I prefer this wheel. It's really light and nimble. I like how it rides around the pedestrians. Although my RS rides really, really cool. It's just a beast in terms of acceleration and max speed. But for daily usage, this is the best wheel because I no longer want to ride without suspension on the, even on the city roads. Because you've seen that we have in St. Pete here really bad roads. I have to do sometimes drop from the high border stones. This really saves my knees and saves my back. Speaking about the battery life, would I prefer to have a bigger battery for this wheel? Definitely no, because a bigger battery means much more weight, means some changes in the design. And I really like how now it is designed. Its weight and its lightness. Of course, lightness in 18-inch wheels. So, because of it's right now still possible to carry a little bit and when I'm going with RS, it's much worse to carry it somewhere or so on. So, I like this wheel in the stock implementation and I don't want to change anything on that. If you like this video, if you like how the suspension works now, leave a like or a comment under this video. Subscribe to this channel. When this riding season will finish in winter, I will do the all maintenance of this wheel. I will disassemble it by all parts and show you guys what have degraded or nothing was degraded. What happened to the suspension. This video will come up in the playlist of the King's Song. So, that's about it. See you later, guys.